Остановились мы в январе 45 года. В прошлой серии мы захватили большую часть Италии, но, к сожалению, в этом моде не проработан вариант с переворотом в Италии, со смещением Мусолин от власти, он до сих пор остается у власти. Я так думаю, до самой капитуляции оси будет у власти, даже в изгнании, когда Италия, итальянское правительство будет. То есть, ну, мы сейчас немножко осталось там нам захватить, получается, сколько у него уровень капитуляции? 89%. Ну, буквально пару городов захватим, Италия капитулирует, и, соответственно, Мусолин уедет в изгнание в Германию. Честно говоря, я надеялся, что разработчики этого мода сделают такую фишку, типа, что, ну, часть Италии будет воевать на стороне союзников, часть остается на стороне оси. Потому что, допустим, ну, в этом моде есть проработка, то, что, допустим, ну, вот в Иране, да, когда и Ирак, когда они на стороне оси воюют, то после капитуляции они переходят на сторону союзников. То же самое Дания, она, когда вначале на стороне союзников, потом она переходит в ось, как марионетка Германии. То есть, она, как бы, такая механика есть. Не знаю, почему с Италии такую штуку не сделали эти разработчики, ну, разработчики этого мода. В общем-то, странно. Хотя это один из основных игроков, можно сказать. Далее, что у нас еще? Ну, советско-германский фронт, тут, в принципе, все очень-очень исторично развивается, ну, довольно исторично. То есть, Советский Союз ценой больших потерь остановил наступление Германии. 9 миллионов он потерял от Германии. А Германия 3,5 от Советского Союза. Вот, но это еще учитывая то, что тут америкосы им нифигово помогают, Советскому Союзу. Вот, стратегические бомбардировки, тут по 600 стратов Берлин бомбят, поэтому... Ну, это уже давно, это уже несколько лет они так бомбят, поэтому... Если бы они не бомбили, то Германия, скорее всего, намного дальше продвинулась в Советском Союзе, вот. А так, что у них там сейчас по соотношению вообще? Советского Союза... Ну, у нас данных мало, потому что разведка у нас слабая. 64% разведсеть. Ну, у Советского Союза 400 военных заводов где-то и 150 фабрик, да. И в резерве еще больше миллиона. У Германии в резерве всего 70 тысяч человек осталось. То есть, они только если будут расширять призыв, ужесточать, они еще могут постоять больше под ружье. Но это будет уже штраф у них к экономике и к моральному духу армии, так скажем. Так, Германия у нас практически на полном самообеспечении по нефти и по резине. Вот немножко задаривается она у Сиама резиной. По морю, скорее всего. Так, Германия сколько осталось? 2500 истребителей где-то. Нифига, морских бобров на штамповали 2000 зачем? Это, конечно, зря Германия столько сделала. Ну, если только прикрывать все берега, чтобы мы высадку не сделали на Западном фронте. В принципе, в этом есть какая-то логика. Но она не сильно большая. Так, что еще у Германии здесь интересного? 200 военных заводов. 250. Ну, Советский Союз уже обогнал по военным заводам Германию. В принципе, по ощущениям, Советский Союз в этом моде более сейчас имбовый, чем в ваниле. Ну, насколько мне кажется. Тут все-таки Германии тяжелее воевать, чем в ваниле. Так, у Италии флот, ну, около 20 кораблей осталось. Что-то у нас тоже данные все сбросились. То, что агенты, наверное, видимо у нас, да, у нас все агенты свалили домой. Так, куда еще агента поставим? Поставим прифронтовую зону, наверное, куда-нибудь. Сколько у нас? У нас, как обычно, по два агента в тюрьме. Это стандартно. В Японии и в Сиаме в тюрьме. Так, тут у нас эти... Занят агент. Так, вот надо спасти нашего агента из... Японского плена. Почему мы не можем ее поставить? А, ну, в принципе, у нее немецкое гражданство, поэтому ее можно оставить в Германии. Она нам пригодится здесь. Кого мы отправим освобождать нашего агента из японского плена? Кто у нас тут мастер побега? А мастеров побега у нас уже не осталось. У нас только в плену остался мастер побега. А, нет, стоп, это не в плену. А, она сейчас строит разведсеть в Смоленской области. КОНЕЦ Вот, кстати, вот перевороты... В этом моде есть все-таки перевороты, которые проработаны. Вот, допустим, в Югославии, да, в 41-м году. Вот, когда у меня была кампания за Германию, Югославия сначала захотела отступить в вось, мы ее приняли. Ну, прям максимально исторически проработанные перевороты есть в этом моде. Вот, и потом в этом моде в Югославии произошел переворот. Вот, и, соответственно, к власти пришли антигерманские силы в Югославии. Вот. И они, ну, вышли из оси сами, хотя я думал, что они не выйдут из оси, и вступили в союзники. После этого, соответственно, мы на них напали. То есть, вот в Югославии переворот проработанный в этом моде, а вот в Италии почему-то нету исторического переворота такого. И то же самое вот в Румынии тоже в этом моде. Ну, он не полностью доработанный переворот. О, уже сменился у них премьер-министр. Просто в прошлой серии здесь был переворот, ну, исторический, типа, король Михай I. Он, типа, сверг фашистов, то есть у них уже правящая партия, у них авторитаристы сейчас. Ну, короче, в прошлой серии король Михай I, он сместил вот этих фашистов в Железной Гвардии, правящей партией стали монархисты. То есть Михай I был и главой правительства, вот здесь он был, и главой государства. Вот, он сейчас только глава государственных остается. Вот, но переворот этот неполноценный был, ну, не максимально историчный, потому что при этом Румыния осталась в оси. То есть, по идее, она должна была выйти из оси и вступить в союзники. Когда Михай I произошел, произвел переворот, ну, отстранил от власти Железную Гвардию фашистскую. Но здесь почему-то немножко не так, не исторично это случилось. Вот, и сейчас вообще какие-то непонятные челы тут у власти. Октавиан Гога, марионетка монархистов. Ну, это, видимо, премьер-министр, которого, типа, король назначил. Ну, в принципе, Советский Союз уже подошел вплотную к границам Румынии, поэтому то, что фашистов от власти отстранили в Румынии, есть какой-то в этом смысл. Хотя вот некоторые фашисты, по-моему, у них остались в этом. В правительстве. То есть тут такой частичный переворот, внутрирежимный переворот, я бы сказал. А хотя вот тут социалисты уже вот есть, в правительстве у них. А вот фашисты остались. Нормальная такая солянка. Фашисты, социалисты, все вместе. Виктор Антонеско тоже явно фашист. Это, по-моему, брат или какой-то там родственник Иона Антонеско, который был премьер-министром во время Второй мировой. В общем, тут тоже не совсем все идеально, конечно. Но, может быть, с другой стороны, логика в том, что, типа, ну, в реальности это переворот был, когда уже Советский Союз уже атаковал. Ну, я с Кишиневской операцией проводил, то есть когда уже все, Румыния была на грани краха уже. Поэтому там уже деваться было некуда румынам, в принципе, только свергать фашистов. А здесь как бы еще вроде как еще только вот подошел к границе, еще непонятно, какая ситуация будет. Поэтому переворот не такой уж, ну, полный, я бы сказал. Поэтому еще остались в оси, наверное. Вот, в общем, какой у нас план на эту серию? Сейчас мы прорвемся, попробуем прорваться границы со Швейцарией вот здесь. Вот, по равнинке вот здесь проедемся танками. Вот, выводим Италию из войны уже наконец-то. И после этого готовимся к высадке в эту самую, в Нормандию. К операции Аверлорд. Так, свободная верфь. И что мы там на верфях? У нас есть там исторические шаблоны? У нас три шаблона осталось, но они пока не открыты. У нас эти корпуса не изучены. И схема бронирования. Иногда поставим сейчас на производство эти, свифтшуя, быстрота наши крейсера, которые мы в прошлой серии изучили, открыли. Где они у нас? Вот они. Легкие крейсера. Вот тут мы что можем апнуть им? А, у нас не хватит этого самого. Ладно, поставим такие. И еще эсминцев. Еще один линкор у нас спустился со штабелей. Поставим пока на обучение их. Так, что еще у нас перед стартом? Да, ячейка исследований у нас в промышленности, электроника. Здесь прокачаем, наверное, авионику. Или что? Или в промышленности что-нибудь. Антибиотики. А, возьмем авиабазы 3-го уровня, чтобы мы могли строить авиабазы. До 10-го уровня могли апать авиабазы наши. Вот, потом здесь мы возьмем на флоте что? На флоте нам там надо было, какая-то схема бронирования нужна была. Что там нам надо было? Схема. А, этот корпус линкора передовой здесь. Для линкора типа Авангарда здесь. Аудейшес. Требуется передовая схема бронирования авианосцев. А, ну мы сейчас изучаем схемы бронирования авианосцев. Так, и передовой линкор. Вот этот вот. Все, ячейки у нас все заняты. И по фокусам, по фокусам, в принципе, у нас ничего такого срочного уже тут не осталось. Возьмем скидку на Холкера Тайфуна. Там многоцелевые истребители, которые, ну, более современные, чем Харрикейны. Пришли на смену Харрикейнам Тайфуна. Холкера Тайфуна. Вот. И что еще тут у нас устаревшие? Так, по решению. Может, кстати, по решению можно как-то муссолини свергнуть? Не, никак нельзя, по-моему. Так, корабли с запчастями и припасами для Советского Союза. Вот, отправим Советскому Союзу поддержку нашу материальную. У него появится национальный дуб на 45 дней. Иностранные запчасти и припасы. Стоимость производства снизится. Вот. Ну, попрожимаем тут всякие решения. На чистку рядов. Можно, в принципе, еще провести... У нас этот ресурс есть, телефон. В принципе, можно провести совместные учения. Совместные югославо-британские учения на суше, на море и в воздухе наши объединенные силы разгромят, разгромят тиранических агрессоров, изгнавших наших югославских союзников из их домов и угрожающих будущей мировой цивилизации. И угрожающих будущему мировой цивилизации. Мы запустим совместную программу учений, чтобы лучше изучить методы ведения войны против наших общих врагов. А тут по ресурсам. Что у нас? Минус 73. Алюминия. Ну, алюминия нам, в принципе, тут особо не нужно. У нас этих самолетов хватает. И так... Главное, что у нас истребители были в плюсе. А, да, кстати, надо еще поставить на тренировки. Мы в прошлой серии изучили десантников. Вот сколько у нас? 9 дивизий. Даже больше можно десантников обучить. А, но это не дивизии, это бригады. Так, тут надо им добавить саперов, как минимум. А, нет, саперы не могут дропаться. Дропаться могут только зенитки. Разведка может дропаться. Полевой госпиталь. Ротосвязи. Почему саперы не могут сбрасываться по воздуху, я не понимаю. Вот у саперов нет значка, что типа их можно сбросить по воздуху. Странно. Чем они... Что такого невозможного сбросить саперную роту с этого самолета? Если можно зенитки сбросить с воздуха, почему саперов нельзя? Странная логика. Ну ладно, сбросим зенитки тогда и... Так, разведку пешую. И роту связи тоже пешую. И еще добавим тут батальонов. Хотя бы 10 будет ширина фронта. Так, сколько мы их там можем обучить? 8 дивизий нам хватит. Не, наверное, 10... Ой. 10 дивизий ВДВшников. Как раз они обучатся. В мае 45-го обучатся. И в это время начнем операцию... Оверлорд по высадке. В Западной Европе. Да, кстати, нам надо еще перенацелить наши страты. У нас есть... 600 стратов. Авра Ланкастера. Вот их надо нам... Перенацелить. Смысл нам бомбить Северную Италию? Смысл сейчас будем сюда наступать. Поэтому нам надо перевести их. Перевести нам надо их на Родину. Это аэродромов у нас. Окей, вот сюда. И вот сюда. Так, надо бы нам апнуть аэродромы. Чтобы нам тут... Чтобы все желающие вместились. Потому что тут очень много союзники. Наши размещают самолетов. Им явно не хватает. Тоже подготовимся к операции Оверлорд. Таким образом. Авиабазы прокачаем. Вот у нас пока что лимит. Это 8 максимальный уровень можем построить. Вот сейчас мы изучим авиабаз 3-го уровня. И можно будет уже... До 10-го апнуть максимальный лимит. Авиабаз. Так. И да, еще в этой серии нам надо будет провести операцию... По высадке на Суматре. Потому что сразу в Сингапур мы не можем дропнуться. Здесь перекрыты проливы. Потому что японцы контролируют обе стороны. Поэтому надо сначала Суматру отжать. А потом уже малая. Поэтому... Тут у нас в принципе... Все готово. Кроме вот этого. Да, кстати, нам надо все авианосцы перебросить против Японии. У нас сколько авианосцев? У нас... 9... 10 авианосцев у нас. Надо их все перевести против Японии. Потому что здесь уже воевать особо не с кем. В Средиземном море. Вот этих товарищей снимаем от Седага. Арк, Роял и Эластриес. Переводим вот сюда вот. Кто тут еще у нас? Глориес. На ремонт. Глориес пока поставим... В Мадрасе на ремонт. Нормальный такой послужной список у него. У этого авианосца. Викториес и Аркус. Тоже отправляем. Сюда вот. Викториес. Все. Вроде все авианосцы мы переводим против Японии. В принципе, подводные лодки можно пока поставить. Куда-нибудь отдохнуть. В Александрию. Этих тоже товарищей сюда вот. Поэкономим горючее. Вот у нас горючего не так уж и много. Так, штурмы у нас тут в такте и участвуют в бою. Да, участвуют. Все нормально. Что у нас по складам? На складах у нас минус... Ну, это для французов не хватает. Кавалерийских пехотных танков. Для дивизий, которые нам передали французы. По пехотке у нас и по полевой форме у нас минусы большие. И снаряжение для десантуры мы не производим. Так, радио минусы. Легковые автомобили в минусе. Броневики в минусе. Развездснаряжение в минусе. Мотоциклы в минусе. Штурмы и истребители тоже в минусе. И средние бомберы в минусе. И транспортники. Капец. Так, что у нас тут? Надо попросить у наших союзников что-нибудь. Как обычно. Пропросим. Так. Допку. Радио. Приходку. Спасибо. Так, что там у нас? Допка. Развездснержение. Полевая форма. Спасибо. Спасибо. Мотоциклы Бразилия не дает. Скорее всего, у нее нет самой мотоциклов в Бразилии. Завяковка у Мексики, скорее всего, не хватает. Это понятно. Так, вот. И что, кого еще? Кто там еще у нас богатый? Австралия. Тричай. Кто там еще у них? Кстати, немецкие подводные лодки еще тут шалят в Средиземном море, поэтому сильно расслабляться мы здесь не будем. Из Балони нас еще и выбивают на контратаке итальянцы. Так, здесь дальше продолжаем качать доктрину спецназа. Это кого мы сейчас прокачаем, или десантников, или морпехов. В принципе здесь нам пока это не особо, хотя тут 152 дня это довольно долго, поэтому прокачаем десантников. Ладно. Так, да. И надо перенацелить наши страты. Сколько у нас стратов всего? 800 штук у нас. Перенацелим их... А, не достаем мы по дальности. Я хотел просто разбомбить эти пути снабжения Германии, которые ведут на Восточный фронт. Где-то в Польше они пролегают. Но до Польши у нас в дальности не хватает у стратов. Поэтому будем бомбить тупо Германию. Бомбим, короче, мы вот этот регион, Баварию. Какой еще регион? И вот этот вот. Северо-западную Германию будем бомбить. Причем нам надо бомбить, кстати, не все подряд, а промышленность прежде всего. Целевые бомбардировки надо врубать здесь. И здесь тоже. Время. Но не все подряд. Ничего не подряд. Так, линкоры у нас Квинн, Элизабет, Вальянт, че у них тут? Тоже надо переводить, наверное. Переводим их против Японии. Тут еще превосходство на море, у нас не получается пока завоевать 35 процентов. Courageous, Furious с авианосца. Тоже надо сюда поставить. Тут у нас позиционная война в Бирме. Немцы походу вообще забили на перехват наших стратов. А, у нас не производится еще десантное оборудование. Вот эти тягачи для артиллерии не производятся, которые нам нужны. Далее, разведснаряжение у нас. Мотоциклы. Броневики. Так. Легкие танки. Да. Десантное снаряжение. Вот это вот. А. Да. Поехали! 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 Итальянцы не дадут нам перейти в контратаку, здесь они постоянно пушат. Они видимо на это и рассчитывают, что мы не сможем их атаковать, потому что они постоянно атакуют нас. Так, ну сейчас попробуем здесь высадку замутить. Что-то тут тоже уравские корабли плавают в Восточном Индийском океане. Здесь очень дофига, походу, врагов. Авианосец, авианосец формидабл. Ну что-то вообще какой-то у него слабенький результат. Слабая у него доходность. Так, все, транспортники тут мы посажаем, потому что мы очень много транспортников именно над Бирмой теряем. Вот у нас тут вообще жесть. Из-за того, что здесь почти полторы тысячи авиации Япония поставила истребители, они нас тут сбивают дофига транспортников. Больше трехсот штук за месяц. Здесь нам надо забить на это, на снабжение Бирмы по воздуху. Ну а вот и все, и все. Класс! Так, получили мы скидку. На Холкер Тайфун. Многоцелевые истребители. Что дальше возьмем? BBC Крикет. Трансляция этого Крикета. Ну, игру в Крикет. По телевидению. Но это нам уже не пригодится, скорее всего. Потому что у нас скидка на электронику. Нам особо не нужна. Произойдет событие. Тестирование Крикета по телевидению. Тестирование трансляции Крикета. Радарная сеть. Скидка на радарные технологии. А у нас... А у нас радары полностью прокачаны. Я хотел вообще взять этот фокус, потому что... Ну, типа, скидка. Чейн Хоум. Чейн Хоум. Чейн Хоум. Также относился к самому радиолокационному оборудованию. Пока в 1940 году ему не было присвоено официальное название экспериментальная станция. Экспериментальная станция Министерства авиации типа 1. Чейн Хоум была первой в мире сетью радаров раннего предупреждения и первой военной радиолокационной системой. Для достижения его рабочего состояния его влияние на исход войны сделало его одним из самых мощных орудий того, что сегодня известно как Волшебная война. Ладно, возьмем, может быть, будет какая-то скидка на эти, на вот эти штуки, может быть, там... Это же тоже типа радарные технологии считаются, если я не ошибаюсь. Или нет. Вот на авионику, возможно, будет скидка по этому фокусу. Но я не уверен здесь. В общем, посмотрим. Может, из Лас-Пеции они за счет поддержки с воздуха нас выбивают, потому что это другой регион авиационный регион. И Лас-Пецию мы сейчас потеряем, скорее всего. Убилденьter в оружия! Отряру! Отряру! Ой. Ф LE Inspector! Аминь! 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 Еще вот этот изучить. Так, тогда что мы сейчас возьмем здесь? Палубный штурмовик изучим. Вот у нас как раз КБшка стоит на палубной штурмовике. Барракуда МК-2. Палубные штурмовики нам тоже пригодятся в войне с Японией. И тут у нас немецкие подводные лодки шалят. Попробуем их перехватить нашими патрульными эскадрами. Сейчас батлплан здесь накопим и атакуем на Милану. Иностранное влияние у нас наши дипломаты оказали. Короче, наши дипломаты внедрились в СТС. Эстеблишмент болгарский. И там теперь проводят влияние, чтобы росла популярность консервативной партии. В принципе хорошая штука, потому что в Болгарии сейчас у власти всякие монархисты, фашисты, авторитаристы, поэтому... Болгария во вражеском стане. О, Германия даже не перехватывает наши страты здесь. Вот это я понимаю. Безнаказанно бомбить. А где у нас еще две эскадрильи стратегических бомберов? Так, центральная Италия. Так ты. Так, так ты. Так ты. Южная Италия. Нам которые Америкосы поставили истребители Кертис П-40 Вархоум здесь. Так, ну над Южной Италией тут вроде никто уже не летает враги, поэтому можно здесь пока посадить авиацию. Кертис П-40. В plataformах сбал каких-то проехал. Пропополучая текст. ПО-Красный, что надо было сегодня с площадкой. На протоках. ПО-Красный. Ставьте, что надо было зимой. ПО-Красный, что надо было зимой. Так, просто-то-то это просто-то-то. Все готово к высадке, попробуем на Суматру сейчас дропнуться. Так, морпехи у нас готовы, 6 дивизий. Что у них еще тут можно апнуть? У них есть штабная рота, так, саперы, разведка, рота снабжения, рота связи и зенитная рота. И немножко артиллерия у них есть, моторизованная. Зачем моторизованная артиллерия, если они пешком идут? Все равно они быстрее от этого не станут. Только зря будут жрать. Обычно артиллериум ставить. Так, кавалерийский транспорт почти хватает. Организация 35, ширина 15. Я бы еще им добавил военных инженеров, которые дают бонус к атаке. Вот они плюс 7 к высадке, во время высадки плюс 7 к атаке дают. Рота военных инженеров. Добавим. И что-нибудь еще там. Так, не хватает нам. Допки не хватает. Сейчас мы их быстро снабдим. Сейчас поставим нам приоритет. Снабжение в первую очередь, чтобы им было снабжение поступало. Ну, оснащение поступало в первую очередь. Что-нибудь? 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 Полин! впитания? Подвижение военного инженера! И Recovery будет Siempre. Готово! Тяжелых самолетов. Сейчас у нас освободится здесь ячейка для самолетов. Можно будет, в принципе, наверное, изучить с КБшкой этот самый нам летающую лодку более современную. Вот для летающих лодок вот эта КБ подходит. И вот эта тоже. Поставим вот эту вот. Так, вот Черчилль нам тоже, кстати, надо изучать тяжелый танк. Черчилль тоже с КБшкой. А мы пока что КБшку у нас занято. Ну, пока что изучим, наверное, пехотные танки. Вот, заменим Матильды и Валентайн и Валентайнами МК-3. Пехотные танки. Пехотные танки. Разветочная промышленность пятого уровня изучилась дальше. Промышленность. И что мы тут можем прокачать? Прокачаем, наверное, улучшенную переработку нефти, чтобы у нас было больше прирост горючего при переработке нефти. А, на укрепленность вот еще оборонительные работы, вот. На укрепленность оборонительные работы третьего уровня. Сейчас со штабным планированием по-быстрому спланируем атаку. Ну, они тоже, у них организация останавливается. Пришли! Они готовы, чтобы идти? Органирование! Надо их сразу атаковать, чтобы они не успели восстановить организацию. Не даем им продохнуть. Они готовы! Все, батл-план готов. Сейчас главное по-быстрому переправиться через реку По, чтобы занять вот эти вот горные участки первые итальянцев. Пока они резервы не подвели. В манту у них здесь стоят дивизии итальянские две, окопанные. На 29% окопались. Так, короче нам надо перенацеливать нашу авиацию. Перенацеливать на авиацию нашу на северную Италию, но у нас дальности не хватает штурмовикам. Можно, в принципе, скорсики попробовать штурмами. Они вроде достают. Так, 600 штурмов, да, у нас есть. Как раз. И сколько? 300 тактов. 300 тактов, по-моему, у нас тактов должно быть больше. У нас их 400, еще где-то, по-моему, здесь, да, у нас такты? Ну да. Вот здесь мы сейчас больше всего авиации теряем над Бирмой, вообще просто очень много авиации. Потому что японцы здесь как бы сражаются до последнего сдоха. Так, ну что у нас? Дивизия укомплектована на 95%, да? Ну сейчас на 100% будет укомплектована. Хотя, в принципе, можно и так атаковать. Чего им тут не хватает? Им, в принципе, все такого. Немножко пехотки, но это все, это хрень. Основного хватает, поэтому... Погнали. Поплыли, точнее. Поехали. На Суматору. Ну здесь нам не переправиться, походу. Так, надо еще зеленый воздух обеспечить над нашей северной Италией. Продолжение следует... 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 Успели в Милан завести дивизию морпехов, итальянцы. Еще воздух покраснел, надо больше истребителей бросать. Где у нас еще истребители? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь сейчас вроде переправимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну ладно, мы тоже сейчас туда хотя бы истребители поставим Хотя бы палубные истребители поставим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, тут немецкие подводные лодки до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok О, кстати, французы высадились в Марселе, неплохо так Неплохо, неплохо союзники нам помогают Америкосы здесь, закрепились в Бретоне Французы в Провансе Красавчики, что, отвлекают внимание оси от нас Так, надо тут еще... Где этот... Ну, быстрее, давайте сюда О, уже за счет СиФайров У нас есть превосходство в воздухе над Суматрой Удачи на дистанции! Удачи! Арк Роял неплохо так настрелял здесь кораблей итальянских, и Ластрес тоже. Есть до сих пор еще сорт фишепалубные, палубные торпедоносцы, устаревшие. Надо побыстрее захватывать Суматру, потому что сейчас наши союзники притащат сюда кучу дивизий, и снабжение у нас ляжет, и все, и наступать дальше не сможем. Так, все, горючее вроде у нас пошло вверх, можно немножко снять закупки нефти у США, потому что слишком много, по-моему, затариваемся, хотя не так уж и много затариваемся. Субтитры создавал DimaTorzok Так, а в Милане у нас немцы засели тоже, надо взломать немецкий шифр, чтобы у нас бонус был на месяц против немцев. Так, у нас стабилка падает, надо что-нибудь прожать на стабилку срочно, а то у нас уже меньше 70% стабилка. Так, демонизация наших противников на стабилку, но тут больше на поддержку войны. Дополнительные фабрики товаров народного потребления. Недельный прирост стабильности плюс 1% на 70 дней. И что еще мы можем прожать здесь? Популистские какие меры? Проведем военный парад в Лондоне, получим 60 политки. В счастье зятя Рима. Ну и демонизация наших оппонентов тоже. Используем прессу, чтобы показать всю гнилую натуру наших оппонентов, наших противников, чтобы принести более высокий уровень поддержки дома нашей войны. А у нас, кстати, резервисты опять закончились. И, кстати, тоже небольшой косяк у меня был с резервистами. То, что я совсем забыл про вот эту штуку. Вот, иностранные рекруты. Потому что это тоже дает резервистов на самом деле. Вот, с иностранными волонтерами, по идее, у нас тоже косяк был. То есть надо было ставить сразу нам вот этот вот, допустим, иностранные волонтеры и плюс 2% из резервистов от всех наших, от всех наших вассалов. Это довольно много стран. Ну там Индия, допустим. То есть нам просто изменение этого закона, нет набора на иностранные волонтеры, уже плюс 2%. Это ощутимый прирост дало это изменение. Тут еще можно вот поощрение иностранных рекрутов поставить. Это даст нам 1% резервистов со всех ненациональных территорий, которые мы контролируем. И плюс 5% резервистов от всех наших вассалов. То есть, допустим, вот ненациональные территории, это вот эти все вот территории, это ненациональные, которые мы контролируем. А население здесь довольно большое. Тут 5 миллионов есть вот. Вот в Танзании 5 миллионов. То есть это тоже нам на самом деле пригодится. Поэтому сейчас, наверное, накопим палитку и поставим 150 палитки на поощрение набора из иностранцев на службу в армию. Поставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, что у нас тут? Япония тоже истребители свои пригнала на Суматру. Сейчас попробуем на контр-атаке. Надо больше авианосца сюда послать. Вот Глория с авианосцем тоже сюда послём. А, ну у него всего-то 10 паломных истребителей. Глория субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, здесь мы дальше прокачаем приборы ночного видения, может быть, прокачать. У нас земная ночная атака плюс 10%. Или самую последнюю форму полевую. Прокачаем по 49. Ну да, прокачаем полевую форму самую последнюю. Всего 30 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, в авиации мы хотели изучить новую эту летающую лодку. Вот эту вот. Сандерленд МК-3. Как раз с КБшкой на летающей лодке. Мы же поставили, да, КБ? Сандерс Роу. Да. Вот у него дальность на 300 км больше, чем у этой. Ну почти на 300. Спасли агента. Надо еще спасти агента из сиамского плена. Или мы не успеем его. Сколько его? Убьют через 74 дня. Ну, блин, че. Помянем его. Уже, скорее всего, не успеем спасти. Потому что надо еще разведсельщила построить в Сиаме. А потом уже только можно будет организовать спасение. А, ну у нас есть базовая 34%. Здесь, может быть, еще успеем. И, может быть, еще не успеем. Сейчас все наши Сифайеры, палубные истребители поднимут. Так, изучились у нас БТРы МК-3. М3 полугусеничные. Которые нам надо ставить на производство уже. Здесь дальше, че мы прокачаем. Прокачаем соперную роту третьего уровня на укрепленность. И надо ставить на производство бронетранспортеры. А заводов у нас свободных особо нет. На БТРы надо побольше заводов поставить. Потому что я хочу пересадить пехоту на БТРы. Во время войны с Германией. Воздух мы все равно проигрываем. Слишком мало у нас истребителей здесь. Италия капитулирует. Вот это у нас тут просто склады пополнятся. Нифигово так снаряжением. Наконец-то это случилось. Ничего. Теперь немцам будет намного сложнее. Сейчас попробуем задержать их здесь. Немца надо отступать из Италии. Потому что она капитулировала наконец-то. Так, а мы че возьмем дальше по фокусам? Возьмем, наверное, арабское... Развитие арабских этих территорий. Арабских стран, которые наши вассалы. Хотя земля Аравии богата нефтью, они плохо подходят для любой формы конфликта. Многие из местных экономик находятся в тяжелом положении. И преуспели бы с некоторыми британскими инвестициями. Развитие арабских стран. Короче, у нас снизится уровень автономии наших вассалов арабских. Палестины, Египта, Трансиордании, Омана. И у них улучшится немножко экономическое производство. Тут построятся фабрики. Объем производства на 5% увеличится. Снизится количество фабрик. ТНП. Вот, немножко апнем наших арабских вассалов. Ну что, сейчас попробуем закрыть еще в котле парочку дивизий немецких здесь. Действительно, рейтинг-рейтинг. Рейтинг-рейтинг-рейтинг-рейтинг. Советский союз аннексирует Тану-Ту-Ву, Тану-Шта? Тану-Што? Сейчас попробуем не дать убежать от немецким дивизиям отсюда. Чтоб они не успели отступить. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Закрепляемся здесь пальпом, хотя бы закрепимся. Закрепляемся. 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 Закрепляемся на ней пока что. Сейчас просто уже подводят дивизии враги наши, венгры и итальянцы опять те же самые, которые избежали участи, отказались капитулировать вместе с Италией. Закрепляемся на ней. 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 Теперь здесь все, можно готовиться к высадке уже окончательно в этой самой, в северной этой самой Франции. Субтитры делал DimaTorzok Кстати отправим французскую эту армию как раз воевать вот здесь вот на своей родной земле. Вот сделаем такие вот легкие крейсера, супер разведчики. У них третий уровень гидроплана будет самолет разведчика и пятый уровень радара будет на обнаружение врагов. Вот эту всю армию надо перебросить сейчас в Северную Италию, вот эту, которая у нас гарнизонит, порты здесь всякие. И заменим ей наши ударные дивизии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нифига, немцы еще эвакуируют дивизии. Главное, они были здесь в окружении, и они дивизию эвакуировали по морю. Офигенно. Так, ну что, здесь можно прокатить еще химическую промышленность на улучшение снабжения дивизий тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у нас там на Суматре? Здесь прокачаем еще на авианосце, наверное, что-нибудь. Вот. Полуба авианосцев плюс 10% вместимость будет. Вот, какое-то сражение у нас. Два японских линкора, Нагата и Фусо у нас участвуют в бою, но мы здесь вроде как выигрываем. Подведем еще подкрепление. Нам надо продвигаться дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы победили в этом бою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 54 опыта Москова нам требуется, чтобы открыть этот шаблон. Ну, пока что поставим эсминцы на производство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немецкие подводные лодки есть какие-то бесконечные в Средиземном море. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, палубные штурмовики у нас изучились, наконец-то. И сразу надо поставить их на производство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригодятся они нам в войне с японцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а здесь что мы прокачаем дальше? Прокачаем палубные истребители дальше, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, мы хотели самолёт-разведчик изучить. Последний какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДПР нам требуется... ДПР нам требуется... ДПР нам требуется... Все, нам надо ставить здесь на фронте наши дивизии, вот эти вот, и перебрасывать наши вот эти ударные танковые армии, к нам домой. Надо перебросить еще кого-нибудь на помощь, вот четыре дивизии вот эти вот, французские. А, блин, они нам порт хотят, и пошки уже хотят порт отжать у нас, в Москве они сам делают. Так, полевая форма изучилась, дальше здесь, что у нас есть. Камуфляж, камуфлирование формы, ну небольшой бонус будет к инициативе, а, возьмем со скидкой улучшенное пехотное вооружение. Противопехотная атака плюс 10 будет. Где у нас полевая форма? Прокачаем ее на всю котлету пехотную форму. Вот эту армию поставим вот здесь вот оборонять восточную границу нашу в Альпах. О, уже Грецию освободили, нифига себе. Партизаны, что ли, освободили? В ходу какое-то восстание, что ли, было тут милиция, партизаны греческие, куча их причем. И здесь тоже французы неплохо так. Короче, ось трещит по швам. Сейчас мы еще дропнемся вот сюда, вот и вообще капот будет, не Гитлеру точно. Так, вот у нас эти дивизии, эти, которые ополчения, типа. Надо их собрать в одну армию. Так, кто у нас будет командовать? Ополчением этим. Что за дивизии-то вообще по составу? Ну, нормально, легкая пехота, милиция, легкая пехота, кавалерия. По 9 тысяч человек каждая дивизия, нормально. 100 тысяч человек. Даже больше. 15. 15 дивизий, нормально так. 140 тысяч человек. Короче, готовимся, готовимся к высадке. Эти две танковые армии забираем из детали. Эти две танковые армии забираем из детали. Так, где у нас еще агентов не хватает? Против Японии надо бы еще. Да, в Японии у нас вообще агентов нету. О, нормально, мы тут раскидали япошек. В Малакском проливе. Потопили гордость флота японского линкора Нагата. Японцы делают высадку нам в тыл. В Малакском проливе. В Малакском проливе. Мы готовы! Я буду двигаться! Готовы! Готовы, сэр! Сэр! Правая реформа в Иране позволяет нам немножко снизить уровень автономии Ирана, повысить, получить 5 политики, повысить контроль над внутренними делами Ирана. Так, что я тут хотел? Я тут хотел поставить поощрение иностранного набора среди иностранцев, но военную службу 150 политики требуется. Так, доктрина полковых учений у нас начала прокачиваться. Ну, прокачаем доктрину полковых учений. Тут, правда, полезная только вот эта штука и вот эта вот особенно полезная, но это в самом конце. Поэтому пока что можно, в принципе, по очереди прокачивать улучшенные техники тренировки, прирост опыта во время обучения. Так, арабское развитие. Что у нас еще осталось по фокусам такого интересного здесь? Интервенция в Скандинавию, но это не актуально. Возьмем, наверное, сейчас прокачаем немножко стратегическую бомбардировку. Так, реактивные самолеты. А у нас вообще есть реактивные самолеты в Великобритании? А, есть реактивные, да, метеор. Вампир. О, прикольные. Ну, может быть, в следующей серии прокачаем мы реактивные самолеты, возможно. Что там для них требуется? Реактивный дизайн реактивного двигателя. Это у нас... Вот эта вот штука. А, нет, даже дальше. О, но это нам далеко. Далеко качать. Ну, ладно, может быть, возьмем в следующей серии. Полетаем на реактивных самолетах, хотя навряд ли мы успеем их изучить. Так, а пока что возьмем усиление стратегических бомбардировок, прокачаем вот эти три вида бомб. Начнем с прыгающих бомб. Ну, это известная такая разработка английская, которая была именно успешно использована на прыгающие бомбы. Отскакивающая бомба, это бомба, предназначенная для расчетного отскока к цели по воде, чтобы избежать препятствий, таких как торпедные сети. И позволяющая заранее определить как скорость бомбы по прибытию к цели, так и время ее взрыва, аналогично обычной морской глубинной бомбе. Изобретателем первой такой бомбы был британский инженер Барнс Уоллис, чья прыгающая бомба «Апкип» использовалась в операции ВВС Великобритании «Большая порка» в мае 43-го года, чтобы... Ну, короче, прыгающая бомба, она могла еще... Ну, надо было ее под правильным углом сбросить, чтобы она еще допрыгала до цели. Это очень известная операция, «Большая порка» в мае 43-го года, когда, короче, в Ружской области немецкие плотины разбомбили. Ружская область — это вот этот район. Где-то вот здесь он находится. Вот здесь. Это Ружская область, самый такой промышленный район развитый, немецкий. Вот, и всю эту промышленность снабжала энергией и водой. Три плотины. Вот, и две плотины были уничтожены вот этими прыгающими бомбами, а третья... Там неудачно эта бомба упала, она взорвалась, короче, немножко выше уровня воды. То есть она повредила плотину, но выше уровня воды, поэтому... Не совсем полный эффект от этого был получен. Но вот эти две плотины, которые были разрушены, они очень сильно из-за этого упало производство немецкой промышленности, из-за повреждения этих плотин. Правда, их потом отстроили быстро, ну, там, месяца за три, по-моему, у нас все равно. В общем, даст нам бонус в стратегической бомбардировке плюс 2% этот фокус. Вот. Кстати, у нас стратегические бомберы вообще безнаказанно бомбят, и, в принципе... Западную Германию надо бомбить, где у них промышленность как раз... Вот, в Кёльне у них дофига всяких ресурсов. Я бы поставил бы только, чтобы они только ночью вылетали, потому что у нас же есть бонус, да, чтобы ночные бомбардировки был меньше штраф к вылетам ночью. Мы прокачали здесь, да, вот, ночные бомбардировки. Штраф минус 50% к эффективности стратегической бомбардировки ночью, но... Ну, у нас, поскольку, особо никто не перехватывает нашу авиацию, поэтому мы можем, в принципе, и днем бомбить, поэтому здесь особо, как бы, неважно. И днем, и ночью пусть бомбят, короче. Ну, тут ПВО сильное. Да, чтобы ПВО... Чтобы ПВО не это самое, не бомб... Чтоб меньше нас ПВО сбивало, надо только ночью будет бомбить. Ну, потому что когда ночью бомбардировка, то... Меньше риск перехвата вражескими истребителями, и меньше риск того, что по нам попадут зенитки вражеские. Ну, соответственно, ниже результативность. Если без прокачки технологий специальных на ночные бомбардировки. Недавно прибыли в регион, из-за этого еще не особая эффективность выросла в бомбардировке. Минус 53%, минус 50%. Так, что у нас тут? Все, наши дивизии заменены. Забираем армию. Разбираем армию. Пришли. Ветер, двигайся! Давай! Повторяйся! Двигай! Две базы. До 10 уровня апаем все. Ветер, двигайся! Так, что у нас там? Ветер! Все! Ветер, двигайся! Прорываемся. Так, раз это самое. 54, блин, у нас столько не будет никогда морского опыта. Пока что эсминцы будем клепать. 150 политки есть. Ну поставим, посмотрим. Вот у нас на нуле резервисты. Может быть, поставим поощрение иностранного набора. Набора среди иностранцев в армии. Ветер! Это все что ли? Больше не будет резервистов у нас. Не густо. А сколько? 22 тысячи человек, по-моему, сразу все пропали. Сразу все распределились по дивизиям, по нашим. Ветер! 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 Прокачаем обратные работы четвертого уровня, чтобы укрепленность повысить еще на один уровень, чтобы здесь наши дивизии хорошо окопались и их уже отсюда было не сдвинуть немцам. Так, все, эту армию можем перебрасывать домой. Поперная рота третьего уровня, дальше возьмем военных инженеров, прокачаем второго уровня. Лучше, наверное, полевой госпиталь возьмем, чтобы у нас потери были меньше и в опыте, и в людях тут, походу, не получится у нас прорваться. Продолжение следует... Забираем армию Монтгомери, ой, этого, Гарольда Александра тоже отсюда вам. Перебрасывал ее домой. Сейчас мы их выдавим. Пропушили. Пропушили японцев методом ротации наших дивизий. Так, что мы здесь... Прокачаем этот реактивный двигатель, вдруг нам пригодится. А, уже исследовал. Полетаем еще, может быть, на реактивных истребителях, если успеем. Так, сейчас надо будет поставить КБ нам на тяжелые танки для Черчилля, вот этого тяжелого танка МК-7. Ну, правда, скорее всего, повоевать с Германией он уже не успеет, ну, хотя бы... Короче, нам в этой серии еще надо занять Суматру и все, на сегодня хватит. Высадка в Нормандии уже будет в следующей серии. Операция Эверлорд. А же сказать господи. Операция Эверлорд. Какая mosque между passedать с Sun МК-9 правда вариант. Что заействует этот? Какие двигатели? Какие кричит ведет с самимиз Иct? Что заходит? Аааа. Какие мои формы paddle? Я вам приду sleep в эти тутниги? У меня俺 пред and lo то, как имя в моем порядке в этой подогазке? Ладо Sea. Комп Syrian Renaтор Ко bike не перестал твою и человекуmann, да Продолжение следует... Переходи! Продолжение следует... Да, кстати, надо, наверное, сейчас пока что отвезти все авианосцы. У нас их сейчас 9-10, а, уже 11 штук у нас их. Отведем пока их всех, наверное, назад. Пусть пока тренируются, мы сейчас их доставим на обучение, что у них новички. Самолеты все новички у них. Надо их обучить сначала, а то они зеленые. Из-за этого они еще малоэффективны. Вот там сейчас пока что авианосцы все отбой. Высадку, в принципе, сделали. Здесь уже обойдемся без авиации. Следующий... Че у нас там по фокусам? Следующий у нас бомба Толбой. Толбой это, короче, сейсмическая бомба. Вот она... Ну в чем ее фишка? В том, что обычно бомбы как бы в горизонтальном положении падают, а Толбой она падает именно вертикальным. То есть она очень тяжелая, там около 5 тонн она весит. И, короче, эта сейсмическая бомба предназначена для разрушения подземных сооружений, разработанная Бернсом Уоллесом, который прыгающие бомбы разработал. Применялась в конце Второй мировой войны для разрушения защищенных укрытиями промышленных военных объектов нацистской Германии, которые было невозможно поразить бомбами обычного типа. Для доставки бомбы применялся модифицированный бомбардировщик Авла Ланкастер. Вот. И она, короче, из-за того, что она с большой высоты, она очень тяжелая, она разгонялась до скорости выше звука и как бы в землю прямо, ну, впарывалась, как бы, ну, внедрялась. Примерно на 30 метров она была, ну, то есть она весила, вот, около 10 тонн, и с высоты 10 километров она свыше, ну, свыше скорости света разгонялась, скорости звука, то есть, вот. И где-то на 30 метров она уходила в глубину под землю, и только после этого она взрывалась, соответственно, вызвала, вызывала, ну, местное такое, небольшое локальное землетрясение. Вот. И получим мы бонус к стратегической бомбардировке плюс 1%. Так. Продолжение следует... 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 Поехали! Поехали! Где там наша армия? Уже почти прибыла. Но это уже в следующей серии мы будем готовиться к высадке. Операции Оверлорд. У нас же корабли не перехватывают вот эти вот дивизии, которые пытаются высадиться. Блин, мы еще и порт потеряли, капец. Сейчас походу можем здесь вообще быть уничтожены. Готовы! Да, сейчас порты потеряем сейчас мы здесь. Да, японцы действуют очень четко. Они прямо вот высадились нам в тыл. Все, капец с нашим морпехом здесь. Готовы! У тебя они тут остались без снабжения. И людей не хватает. Короче, все. На Суматре у нас обломалась высадка. Призывайте. 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 Сейчас, может быть, хотя бы Медан себе вернем в город. Так, ну ладно, это, наверное, в следующей серии уже будет. На сегодня хватит. Продолжение следует.